Новая разметка в районе Покровского парка у одних автомобилистов вызвала ступор, другие и вовсе не обратили на нее внимания. К слову, вафельница, как в народе называют вафельную разметку, вовсе не меняет правила проезда данного перекрестка. Она нужна лишь для того, чтобы автомобилисты были внимательнее при проезде пересечения дорог. Разметка 1,26 желтого цвета, так называемая вафельная разметка, обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево. Данная разметка может применяться самостоятельно или совместно с дорожным знаком 1,35, обозначающим участок перекрестка. Согласно ПДД, водитель не может выехать на перекресток, если по пути следования образовался затор, и он вынудит остановиться водителей, следующих в поперечном направлении. Это касается всех перекрестков. Так что данная разметка лишь обращает внимание водителей на данный пункт. К слову, по словам представителя ГИБДД, на данном участке дороги автовладельцы зачастую нарушают это правило, особенно в час пик. Специалистами управления дорог и благоустройства совместно с ГИБДД было принято решение о нанесении разметки вафельница на перекрестке в районе Покровского парка. Здесь не только нанесли соответствующую дорожную разметку, но и установили знаки. Сделано это в первую очередь для того, чтобы показать автолюбителям, что выезд на заключающий сигнал светофора на выделенный участок может привести к образованию заторов автотранспорта и созданию существенных помех другим участникам дорожного движения. Если автомобиль заедет за стоп-линию или повернет из несоответствующего ряда, этот момент должен фиксироваться фото и видеокамерой. Однако пока что за водителями будут следить мобильные наряды ГИБДД с паркоматами. Нарушители ждут письма счастья со штрафом в 1000 рублей. К слову, горожане смогут предложить свои варианты, где еще нужна такая разметка – через интернет-приемную или в официальных соцсетях администрации Владивостока. А вот направление движения на партизанском проспекте и Тополиной аллеи менять не будут. Напомним, две недели назад якобы официальный аккаунт ГИБДД провел соцопрос среди горожан. Авторы идеи предлагали участок дороги от Покровского парка до кольца инструментального завода сделать односторонним в сторону выезда из города. А обе полосы Тополиной аллеи и участок дороги от Дальпресса до Покровского парка сделать односторонними для въезда в город. В результате Покровский парк стал бы своего рода огромным кольцом для движения. Однако ни городское ГИБДД, ни администрация Владивостока подобное голосование не запускало. И изменять схему движения пока никто не планирует. Дмитрий Беломестнов, Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.